Добрый вечер! Это программа «Я так думаю» на телеканале Алекс. 2 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении бюджет 22-го года. Новый бюджет был принят практически без изменений, на которых настаивали оппозиционные фракции. Их поправки методично отклонялись. В Верховной Раде уже давно сложилась традиция голосовать только за те поправки и изменения, которые рекомендует профильный комитет. Остальные формально ставятся на голосование, но не принимаются во внимание аргументы и обоснования авторов этих поправок. А в исполнении слуг народа процедура еще и стала сводиться к так называемому турборежиму. То есть «давай-давай, скорее-скорей». К этому же режиму свелась отставка пяти министров. Андрей Тарана, министр обороны, вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра экологии Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко и министра стратегических отраслей промышленности Олега Русского. И не то, чтобы было сожаление по поводу их отставки, но есть обязательная процедура увольнения министров. Депутаты ждали их отчетов, но отчеты заменил Давид Арахамия, который просто объяснил, министры работали плохо, то есть поверьте нам на слово, а если заслушивать их отчеты, то Верховная Раде некогда будет принимать важные законы, то есть, да здравствует турборежим. Надо полагать, законы, принятые в этом режиме, ну, например, закон об игорном бизнесе и освобождение его от уплаты налогов на три года, является очень важным. Но, как бы то ни было, мнение оппозиции о регламенте и процедуре было в очередной раз проигнорировано. А оппозиция осталась бороться между собой за статус самой социально ориентированной и болеющей за народ фракции, в отличие от всех остальных, и особенно от власти. Главной претензией всех оппозиционных фракций к новому бюджету, естественно, была его недостаточная социальная направленность. Однако, в этой претензии некоторые оппозиционные фракции, что называется, сами себя выдали. Ирина Герасченко, одна из самых убежденных и преданных европейской солидарности членов, раскритиковала новый бюджет за рост расходов на весь силовой блок, вместо того, чтобы направить эти деньги только на армию. Госпожа Герасченко, наверное, забыла, что традиция непомерно высоких расходов на весь силовой блок сложилась именно в период их правления. И почему вдруг в исполнении слуг народа эта традиция стала недопустимой и заслуживающей критики? В период правления господина Порошенко на армию действительно тратили много, но воровали еще больше. Громкий коррупционный скандал известного тандема свинорчков-гладковских с Порошенко сошел на нет. Их коррупционные шалости были скромно забыты. Правда, в СМИ периодически появляется информация о некачественной военной продукции, создаваемой на предприятиях Порошенко. Но эта информация тоже быстро забывается. И вместо приговора Петру Алексеевичу, обещанного на знаменитом стадионе, был вынесен приговор всей стране. В том смысле, что ничего не поменялось со времен Порошенко. Ни политика, ни коррупция. И вот уже разгорелся новый коррупционный скандал в благородном семействе под названием СНБО. А ссор из СБ вынес все тот же Давид Арахамия, который во всеуслышание заявил, что печально знаменитые списки СНБО и ошибки в них, оказывается, стоили денег. А еще в стране не изменилась со времен Порошенко политика заигрывания с радикальными группировками. С победой Зеленского на выборах у всех затеплилась надежда, что страна вернется в правовое поле и с агрессивными молодчиками будет покончено. А нет, недавно в Суммах представители правого сектора напали на журналистов телеканал «Наш». Однако вместо справедливого наказания бывший лидер правого сектора Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Интересно, чему может научить профессионального военного Ярош? Как поджигать шины и взрывать коктейли Молотова в центре города? Или как бить журналистов? А господин Ярош уже с гордостью объявил о совместном проекте по привлечению добровольческого потенциала к деятельности ВСУ. Видимо, так будет формироваться профессиональная армия в Украине, которая претендует стать членом НАТО. Приблизят ли Украину к НАТО подобные советники с их сомнительным опытом на Майдане? И не станет ли очередным приговором всей стране ее отдаление и от НАТО, и от Евросоюза? Евросоюз осудил украинскую цензуру, а член Европарламента Максимилиан Кра потребовал даже прекратить финансовую помощь Украине за преследование оппозиции и закрытие оппозиционных каналов. Вот вам и ответ на записанный в Конституции курс на Евросоюз и НАТО. Кстати, люди так и не получили ответа на вопрос, а кто финансирует агрессивный патриотизм этих бравых ребят? Уж точно не личный карман Порошенко или Зеленского. А возможно, это и есть ответ на наивный вопрос госпожи Герасченко. Почему так много денег тратится на силовой блок? Отечественное пословице гласит – сила есть, ума не надо. А великий историк Василий Ключевский добавил к этому – ум ценится дорого тогда, когда грубая сила дешевеет. Пока у нас все наоборот. К сожалению, я так думаю. Всем крепкого здоровья. Я прощаюсь с вами, как всегда, до следующей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин